Блогер Игорь Кондратьев рассказал про охоту на ведьм в Куйбышеве 60-х и 70-х и о нравах тех времен. Девушку, замеченную в Куйбышеве на прогулке в городском парке с женатым парнем, разбирает комсомольское собрание учебной группы. Суровость нравов не удивляет. В город хлынули сотни тысяч вчерашних крестьян, получивших вольную при Хрущеве. С собой они несут патриархальный уклад. Общественное мнение формируется этой средой сурово, без приказа сверху. Именно оно замечает и доводит до власти мущих то, что декан Куйбышевского политехнического института торгует на базаре собственной клубника из дачи. Вот итог. Педагога отстраняют от руководящей должности, он лишается ученой степени кандидата технических наук. Ну что, довольны? Весьма популярны при Никите Хрущеве открытые собрания по осуждению тунеядцев, пользующиеся такой же популярностью, как фейерверки в наши дни. Юные пролетарии из куйбышевских профучилищ бьются за чистоту нравов с городскими стилягами в парке имени Горького, у железнодорожного вокзала на танцплощадках. Политика в таких условиях имеет вполне конкретный источник – желудок. И если в конце 50-х, после провала эксперимента с Целеной, с ночи за хлебом выстраиваются очереди, то вполне естественно, что людское море, официально собравшееся на площади Куйбышева для чествования первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, 10 августа 1958 года, в мгновение око превращается в бурный протестующий поток. Но потом сходит, оставляя после давки на площади ботинки, разорванные блузки, разбитые очки, раздавленные сумки. И всё остаётся, как было. В паблике Тольятти рассказали, что пьяный мужчина сломал велосипед парню и угрожал ему расправой. Ехал парень на велосипеде, мимо шла пара с собакой, явно нетрезвые. Собачка кинулась под колесо, и мужчина налетел на мальчишку. Ладно, не побил, но сломал велосипед. Ещё и облил водой при всех на улице. А его женщина взяла и вылила бутылку в лицо тем, кто заступился за него. А все другие прошли мимо, всем пофиг. У нас когда-нибудь будет, людям не всё равно друг на друга. Ладно, женщины заступились, и то не помогло. Неадекваты гуляют по городу и делают, что хотят, негодует автор. В комментариях советуют парню и его родителям написать заявление в полицию.